Расскажите о планах на 2021 год. Что считаете ключевой задачей для города и для себя лично? Большинство наших планов складывается из-за тех субсидий, которые предоставляются из бюджета Московской области. На сегодняшний день уже подтверждены мероприятия, связанные с ремонтом автомобильных дорог. У нас прошло голосование, были определенные дороги, которые подлежат в 2021 году ремонту. У нас по ряду СНТ эти мероприятия пройдут. Там будут проведены работы по отсыпке щебнем, именно формирование профиля. Это могу перечислить СНТ Любожиха, Любожиха-2, СНТ-прибор, Восход, Дружба, КМС и А. По всем этим территориям будет, соответственно, упомянуто мероприятие по планировке щебнем. Также у нас по асфальтированию в планах ремонт рябиного проезда. И также, что касается средств местного бюджета, мы планируем отремонтировать два тротуара. Это от улицы Парковой детско-музыкальной школы до В1. И также получается в микро-районе В от 4 до 5 дома. Все это за счет местного бюджета. Но опять же эти планы могут быть скорректированы, а именно дополнены. Тогда, когда мы будем подводить итоги текущего года и посмотрим на наши финансы, возможно, дополнительные адреса будут включены в этот перечень. Что касается комплексного ремонта дворовых территорий, мы не смогли реализовать все планы 2020 года, поэтому переносится двор Г-567 на следующий 2021 год. Там будет комплексное благоустройство с заменой асфальтового покрытия, с установкой нового детско-игрового комплекса и с дополнительным уличным освещением. Также мы включили в план 21-го ремонт дворовых территорий. Это по адресу Г-25, Д-17 и тротуар около дома Д-2. Что касается мероприятий светлого города, к сожалению, они в текущем году тоже были перенесены, бюджет был сокращен. Но что касается непосредственного обращения жителей, мы постарались реализовать за счет средств местного бюджета в текущем году. Что касается планов на 2021 год, достаточно серьезная сумма со стороны Министерства благоустройства по нашему муниципалитету спланирована, это около 23 миллионов рублей. Затронуты такие важные и большие объекты, как земельные участки наших многодетных, это по улице Балково и улице Грызлова, это улица Южная, это экспериментальный проезд и бульвар Болотова. По всем этим адресам уже у нас есть проектная документация, прошедшая экспертизу, и все в 2021 году в наших планах реализовать. Вы упомянули о детской площадке. У нас есть схожий вопрос телезрителя, но по другой территории. Когда отремонтируют детскую площадку между домами 18 и 14 Г, и еще один похожий вопрос на другом дворе, Г-16, там жители жалуются на недостаточность этих элементов для игры детей, вот, может быть, планы на будущий год или какую-то определенную перспективу могут быть внесены эти объекты? Да, нам, конечно же, хотелось максимально отремонтировать все дворовые территории, но, опять же, мы ограничены бюджетными возможностями, и сами жители определяют, наверное, первоочередной приоритетный порядок ремонта. Поэтому все мероприятия, которые планируются, они определяются через голосование на портале Добродел. Я всех призываю более активно использовать этот портал не только там в подаче жалоб, а именно в те голосования, которые проводятся, потому что мероприятия Светлого Города, мероприятия связаны с КБДТ, то есть комплексным благоустройством дворовой территории, мероприятия по выбору автомобильных дорог, все это определяется через голосование на Добродел. Будем смотреть на наши финансовые возможности, возможно, какие-то мероприятия мы еще в состоянии в 2021 году провести и дополнить. Что касается общественных территорий, в наших планах в 2021 году мы хотим отремонтировать сквер Черкашина. Этот проект у нас предполагался к реализации в текущем 2020 году. Мы выполнили проектно-изыскательские работы. По нашим планам этот парк дополнительно оснастить выходом. Но обсуждая этот проект на депутатской комиссии, все-таки все склоняются к тому, чтобы он остался закрытым. На самом деле это вопрос такой дискуссионный, потому что на сегодняшний день в любом случае жители протоптали дорожку, нашли, и мы предполагали, что сделаем достаточно неплохой благоустроенный выход. Сейчас мы это дополнительно обсудим на депутатской комиссии и переработаем проект. Что касается благоустройства около кинотеатра «Молодость», мы в 2019 году кинотеатр открыли, и, конечно же, напрашивается эту территорию сделать более привлекательной. В текущем году мы, опять же, объявили процедуру закупки на выполнение проектных работ. Опять же, благодаря ребятам из точки 190 они победили в этом конкурсе. Конечно же, они там ущерб себе это сделали, потому что достаточно большое снижение по процедуре было, но они, наверное, все-таки живут гордым, поэтому взяли на себя такую повышенную нагрузку, такие повышенные обязательства. Они этот проект сделали, сейчас они прошли госэкспертизу, и мы в стадии приемки этих работ. Посмотрим, какая стоимость в целом по благоустройству, и надеемся, что начнем поэтапно реализовывать в 2021 году. Одним из элементов благоустройства являются информационные доски. Это так называемые афиши, потому что их стало меньше. Информационные доски мы сняли, которые выглядят неприглядно. Но, опять же, ребята из точки 190 предложили такой интересный вариант – сохранить историческую ценность муниципалитета и дополнительно их сделать на современный лад. То есть эти информационные доски предполагаются с экраном, который будет позволять менять картинку. Это не просто наклейка афиш, а именно в режиме передачи инфографики эти доски будут информировать наших жителей о тех событиях, которые касаются муниципалитета. В планах у нас установить по четырем адресам – это сквер молодых мам, дом ученых, дом быта и кинотеатр молодости. Алексей Сергеевич, еще одна большая общественная территория – центр города. Что планируется сделать именно в центре, там, где проходят ярмарки? Пущинцы называют это место «таблетка городок аттракционов». Огромный цементный круг, пока это просто круг. Может быть, как-то планируется использовать это место? И еще дополнительный вопрос. В этом же блоке Пущинцы спрашивают, когда будет отремонтирована внутридомовая территория около В-34 к В-35? По мнению пущинцев, там плохие дороги. Что касается территории около «таблетки», на самом деле мы ее рассматриваем, как презентовать участие в конкурсе малых городов. Эта тема у нас также сейчас активно обсуждается с коллегами из депутатского корпуса. Опять же, ребята из точки 190 предложили экспертов, которые имеют большую квалификацию в разработке подобного рода проектов. И мы сейчас в бюджет местный уже включили средства для разработки концепции. Все это будет происходить с непосредственным участием жителей. В первую очередь будет определяться территория, потому что на сегодняшний день рассматриваются две территории. Это и «таблетка», и территория около сквера «молодых мам». Ну, большинство склоняется, конечно же, вот именно к таблетке, и опять же, с охватом самого оврага. Понятно, что это зона заказника, но мы видим, и опять же, ребята, которые это предлагают, что это мероприятие даже не связано с благоустройством, то есть это очистка и, соответственно, благоустройство прилегающей территории. Хотелось бы, конечно, участвовать в этом конкурсе, дополнительно привлечь средства федерального бюджета в муниципалитет, ну и благоустроить еще одну интересную и важную территорию для муниципалитета. Все это будет происходить в ближайшее время, потому что участие в конкурсе необходимо по определенным срокам пройти. Не позднее 1 мая мы уже должны с конкретным предложением выйти, а сейчас у нас будет самое активное обсуждение с жителями именно самой территории, планировки этой территории, тех элементов, которые на этой территории должны будут находиться. Поэтому всех приглашаю, самую непосредственную часть принять. Есть отдельная программа выделения земельных участков многодетным, она впущена, реализуется уже много лет. Вот какие планы на 2021 год в этом направлении? Да, есть у нас, к сожалению, очередь по семьям многодетных, и в текущем году мы достаточно такой немалую работу провели в этом направлении, потому что мы пытались изыскать свободные земельные участки для формирования, и, к сожалению, это коснулось в том числе квартала номер 6, где жители достаточно активно обсуждали это, не соглашались с этим решением. Но, опять же, повторюсь, это земли муниципалитета, и они, в принципе, свободны от застройки и доступны для формирования. Если бы не муниципалитет, то любой желающий мог бы претендовать на эту территорию, сформировать и требовать от муниципалитета, предоставить. Поэтому мы на себя это решение приняли, мы самостоятельно провели эту работу, земельные участки сформировали порядка девяти. Ну и, опять же, по соседству с улицы Балковской мы смогли изыскать еще три земельных участков. Итого у нас получается 12 земельных участков, которые мы в состоянии нашим многодетам предоставить. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, в первом квартале 2021 года. И у нас есть еще один блок вопросов с такой длинной предысторией. Это вопросы о заброшенных зданиях. Первое заброшенное здание в микрорайоне В, бывший лицей. Как долго он будет находиться в таком виде и кто несет за него ответственность? И сразу озвучу вопрос про магазин В-33. Долго ли он будет стоять в таком состоянии? На крыше уже вырос лес. На этом магазине стоит дом, а магазин отключен от отопления. Что касается заброшенных объектов муниципалитета, есть и объекты муниципальной собственности, и есть объекты федеральной собственности. Упомянутый объект – это лицей. Он находится в процедуре банкротства. Сейчас конкурсный управляющий рассматривает вариант его передачи. Рассматривается возможность передачи также федеральному учреждению, это нашему институту Пучгини. И второй вариант рассматривается передача этого объекта муниципалитету. Но с учетом того, что какое решение будет принято со стороны Министерства высшего образования и науки, я думаю, с любым из этих решений мы согласимся. Что касается объектов муниципальной собственности, да, они у нас есть. Мы достаточно богаты на это, но нам достаточно затруднительно их ввести в хозяйственный оборот. Мы предлагаем хозяйшим субъектам их арендовать. На самом деле муниципальная аренда не такая дорогая, но опять же все, наверное, складывается, исходя из спроса. Порождается предложение. На данном этапе мы обязаны эти объекты содержать в безопасности. Опять же, тому пример это наша зеленая зона. К сожалению, это негативный пример. Достаточно длительное время этот объект был раскрыт. И опять же, нарушительное общественное порядок они и сейчас пытаются взломать наш объект. Ну вот мы в этом году зеленую зону закрыли. По другим объектам также мы проводим мероприятие, связанное с кадастрированием, для того, чтобы разделить объект на часть помещения и хозяйшую субъектам предложить именно в части объекта. Если нет возможности там в полном объеме взять, хотя бы часть помещения для тех необходимых целей предоставить. Спроса пока на эти помещения нет. Мы их предлагаем всем. Поэтому, кому это интересно, пожалуйста, приходите. Мы обязательно рассмотрим возможность эти помещения предоставить. Также есть у нас один из объектов. Это объект наших обманутых дольщиков. К сожалению, он тоже в неприглядном виде находится. И мы решением комиссии по чрезвычайной ситуации приняли о том, что за счет средств местного бюджета его оградить. По нашему объекту В-33 мы провели мероприятие, связанное с ограничением доступа. Это закрыли всевозможные входы. Также этот объект отключен от отопления. Поэтому, в принципе, никакой угрозы самому квартирному дому не предоставляет. Но, опять же, мы пытаемся ищем хозяйственный субъект, который могли бы это помещение арендовать. Ранее оно арендовалось. Но, по ряду причин, по всей видимости, арендатор съехал и освободил. Что Вы считаете главным результатом 2020 года для жизни города? Наверное, непростой результат. Это связано с теплотрассой, которую мы достаточно долго реализовывали. Потому что этот контракт долгодичный, 2019-2020 год. Мероприятие непростое. Опять же, большие неудобства для наших жителей эта территория создало. Но хотел бы обратить внимание, что это мероприятие очень масштабное для муниципалитета. Порядка 23 миллионов рублей оно стоило. И достаточно сложно проходило. Мы смогли в правительстве доказать. И, наверное, нас услышали и профинансировали. Подрядчик был определен в прошлом году, в 2019-м. И достаточно долго он его реализовывал. Опять же, с подрядчиком мы встречались практически еженедельно. Нам постоянно давались обещания, что вот-вот сейчас все закончится, все завершится. Но хотел бы обратить внимание наших жителей. И с пониманием в определенной степени отнестись к тому, что 2020 год он был непростым и остается для всех. В том числе для бизнеса и для экономики. И действующая законодательство на самом деле позволяет хозяйствующим субъектам по муниципальным государственным контрактам рассчитывать на определенные уступки. Уступки я имею в виду списание неустойок и штрафов. Опять же, как я и обещал, мы это и сделали. Мы посчитали неустойку и штраф за нарушение сроков исполнения этого контракта. И сейчас с подрядчиком ровно в таком режиме отрабатываем. Но я бы хотел вернуться к самому мероприятию, потому что это мероприятие для муниципалитета важное. Это, наверное, оно с 2017 года у нас не завершенное, потому что проект, который был ранее выполнен, разработан и прошел экспертизу, это там в 2017 году. И по текущему 2019-2020 году мы его смогли реализовать. Для тепловодоканала, если мы рассматриваем возможность тепловодоканала, это в принципе нереализуемо. Это стало благодаря именно поддержке правительства Московской области. Само мероприятие проведено неплохо, опять же, по мнению экспертов. На каждом этапе тепловодоканал был рядом, контролировал процесс работ. Это была смонтирована сеть водоснабжения, сеть теплоснабжения. Все эти мероприятия мы выполнили в благоустроительный период. Опять же, в период летнего приостанового подачи горячей воды мы смогли переключиться. Надеюсь, жители этого не заметили, потому что перешли с обводного байпаса на основную сеть. И в принципе сеть работает. Поэтому считаю, что это такое масштабное мероприятие для муниципалитета. Одну из главных задач на 2021 год вижу, постараться локализовать инвестора на территорию индустриального парка. Я считаю, что все у нас для этого есть, и земля, и мы надеемся, инженерная инфраструктура в ближайшее время появится. И для нас, для муниципалитета это очень важно, потому что обладая таким научным потенциалом, таким кадровым потенциалом, было бы неправильно использовать его не по назначению. Поэтому, как и губернатор Андрей Юрьевич, обращает любое развитие территории, возможно, только благодаря экономическому развитию. Будем стараться все для этого сделать. Я думаю, команда у нас сильная, серьезная и слаженная, поэтому будем в этом направлении работать. Алексей Сергеевич, я благодарю вас за ответы, а пущенцев я благодарю за активность и вопросы. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok